Чьи форманы ушли деньги, выделенные на проект «Стена», будут разбираться судьи. Военная прокуратура направила в Абалонский райсуд столицы дело о хищении средств пограничниками. Сумма растрат достигает 100 миллионов гривен. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Впрочем, это не единственное дело о хищениях на проекте «Евровал». Скандально известная «Стена» — проект бывшего премьера и главного фронтовика Арсения Яценюка. Начался он как нечто грандиозное. По крайней мере, сам Яценюк именно так анонсировал эту стройку века. И цену заявил немалую — 4 миллиарда гривен. Но «Стена», призванная остановить российское вторжение и именуемая гордо «Евровал», на деле оказалась достаточно убогим сооружением. Государственные рубежи берегут от врага металлическая сетка, ров, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. При этом антикоррупционные органы чуть ли не каждый месяц заявляют о хищениях и миллионных растратах средств, выделенных на проект «Стена». Вот, к примеру, один из последних скандалов. Детективам НАБУ удалось доказать, что деньги отмывали с помощью фирмы-подрядчика «Кодтрейд». Директором предприятия оказалась простая уборщица. Выяснилось, что женщина ничего о компании не знает. Но, как призналось, в апреле 2015-го за полтысячи гривен подписала доверенность незнакомцу о предпринимательской деятельности от ее имени. По данным следствия, за три года через компанию-прокладку обналичили минимум 17 миллионов гривен. Однако в бюро уверены сумма украденных денег значительно больше. Средства проводили сразу через несколько банков. Но и это не последнее дело о хищениях во время строительства «Евровала». В ГПУ и СБУ также расследуют присвоение 100 миллионов гривен. Подозревают, что к этому причастны и чиновники погранслужбы. В стену уже замуровали 600 миллионов. В этом году сначала выделили 200, а потом под нажимом Народного фронта еще 300. Сейчас ожидают 500. А фронтовики все сетуют на нехватку денег. Пока по обвинению в краже средств, выделенных на проект «Стена», предъявлено обвинение семи фигурантам.